Всем доброго времени суток, дамы и господа! Я надеюсь, что вы сегодня в прекрасном настроении, потому что мы сегодня собрались на 16-й InGiro Air, чтобы обсудить микро-фронтенды и модуль Federation в Angular 11. Но прежде чем мы начнем, давайте немножко познакомимся. Еще раз. Я надеюсь, что вы можете подписаться по кнопочке внизу. Поставить свои лайки и написать комментарии с приложением о любой теме, о которой вы хотите поговорить. И также я напоминаю то, что если в процессе данного стрима у вас возникнут какие-либо вопросы, обязательно пишите их справа в комментариях, и мы их тоже обсудим. И также мне нужно поблагодарить площадку Restream.io, которые предоставили нам бесплатный доступ к своему стриминговому сервису. Спасибо, ребята. И мы начинаем. Дима, я думаю, я передаю слово тебе. Всем привет. Дима из Харькова, Angular, Google Developer Export, первый в Украине, и, собственно говоря, создатель компании ValorSoftware. Исторически сложилось, что в основном Angular Shop, который вечно растет и развивается. И вот так вот исторически сложилось, что последние, наверное, полгода или чуть больше я очень крепко влез в тему с модуль Federation. И вот, исходя из этого, есть определенное количество информации, общение с Manfredom и влияние вообще на все, как это происходит. Чем бы хотелось, в принципе, обсудить и рассказать, что знаю. Буду рад. И мы потеряли Фокса. Пока не потеряли, давайте немножко займусь твоим микрофоном. Рустам, можешь пока меня... Как это правильно? На самом деле, Дима пилит крутой проект. Я бы вообще хотел о нем поговорить, на самом деле. И, собственно, почему-то он здесь сейчас присутствует. Проект заключается... Ну, не знаю. То, что он мне показал... Я, на самом деле, года два-три назад выступал с плагиной архитектуры. Но в те времена никаких модулов Federation, все приходилось делать руками, да, и там, и джид-компиляции где-то применять, все такое. А вот сейчас я смотрел на проекте у Димы, прям, ну, все, что по уму сделано. Дима, а что именно там в этом проекте включает в себя, ну, типа, какие возможности, да, что можно там загрузить, как использовать там... То то же самое, что с плагиной архитектуры, да? Как это вообще взаимосвязано? Как связано? Ну, давай по очереди, если мы говорим о модуле Federation в целом, да, то, что нам позволяет, это вытащить модуль из другого приложения и приткнуть к нашему. А в контексте Angular мы можем приткнуть как целый Angular-модуль, так и отдельно его взятый компонент. Вот, что довольно интересно. Почему? Потому что для Angular-разработчиков с модулей Federation очень легко и просто все получается. Если у вас есть лейзи-лоуд на роуте каком-то, вы можете взять этот модуль из существующего рабочего приложения, которое где-то крутится, и всунуть прямо себе в роутинг. И будет работать. Ну, при условии, что то, что у вас в опруте запровиджено, будет работать и здесь. И вот, исходя, собственно говоря, из этой простоты, и второй момент, это Ivy. То есть, допустим, до Ivy были проблемы с тем, что в U-Engine, раньше-то разные его версии, разные версии Angular-а. А Ivy компиливается на более low-level, и он compatible, начиная с девятой версии. То есть, вы можете вот так вот перетыкивать куски приложения. Ну, то есть, то, что мы делаем, это девятый, десятый, одиннадцатый Angular. Вот, в принципе, даже восьмой можно скомпиливать под Ivy, потому что там уже есть, так сказать, режим совместимости. Что мы предоставляем в данный момент из коробки? Я скидывал, наверное, два проекта. Первое. Один — это как раз библиотека, над которой мы работаем, которая позволяет нам все это сделать проще. Второе — это демо-репозиторий, в котором у меня девять вариантов на использование модуля Федерейшн. И там покрываются случаи, как с простым лейзероутом, NGRX, Custom Elements, Web Components, даже и фреймы. Вот, чтобы все это работало по сути, модуль Федерейшн, де-факто, как фрейм. И вот есть разные варианты того, что может быть фреймом в нашем приложении. Вот. Собственно говоря, сделали сейчас-то более low-level, потому что то, что ты видел, там два основных компонента, которые позволяют по... Не то чтобы ссылке, наверное, немножко отойду в сторону. Но когда мы говорим о плагинах, вот, почему как бы эта тема близко, вот, потому что, как и в NPM, есть нити джейсон, который говорит, что это за плагин, да, то есть какой-то модуль, что эксплуатируется, и какие компоненты мы можем взять из этого модуля. Вот. И вот таких вот плагинов мы можем натаскать столько-сколько нам нужно. Вот. Что-то в рандайме, что-то нет. Вот. И вот эти вот вещи, на самом деле, как бы, плагебл-архитекча, например, тот же роутинг, вот один из наших приложений, которое работает поверх этого. Мы, по сути, в рандайме, в динамике говорим, что вот плагин там-то из него возьмет тот. Из него к комбайну роутинг. А вот этот роутинг, вот тот плагин. Все, вот там лежит, вот с него там деколтный модуль, деколтный компонент тянешь, там все молодцы. Вот. Есть такая штука. То есть с точки зрения комбайна, вот этих вообще, вообще легко. Более того, любая страница может собирать компоненты, натыкивать просто вот кусками в любом порядке. Просто конфигурируешь, откуда ты берешь, вставляешь. И более того, это не просто библиотека, как в Angular, которая предоставляет некий UI. Это законченный, логический, законченный кусок. То есть это UI, это логика за ним и связь с бэком. Вот. Единственное, что может, в зависимости от капризации, можно сразу давать с ключами для доступа к бэку. То есть ты затянул плагин. Если кто помнит, в старые дремучие времена веба были виджеты. Вот виджеты URL-ка вставлял, он айфреймом загружал тебе вот целый виджет. То же самое, но немножко другой уровень. Это с точки зрения компоновки и отображения. Второй момент – это коммуникация между фреймами. Извини, можно я тебе переплетать? Вопрос задам как раз. Вот ты говоришь, а вы используете это уже в продакшене в каких-то приложениях? В некотором смысле. Есть… Все это получилось так, что как бы индия не индия, это все уже в паблике, все равно это подсос-возработка. Есть такая маленькая конторка, называется SAP, и вот что-то там в районе 80% IT-оборота идет через нее в мире. И у них есть подобные решения на айфрейме. Ну, понятно, что решение на Angular, которое позволяет вам и compile-тайм-чеки делать, и лучшую интеграцию делать. Все это заводится намного лучше. И почему мы, допустим, торопились, и вот, допустим, тот же август, да, это было дикое время, потому что 11-й Angular, как бы мягко сказать, не поддерживал ничего из веб-пака 5-го, а веб-пак 5-ый вообще там был в бейт. Вот, было очень жутко интересно копаться по кишкам, чтобы это все собрать. Сделали первое демо. А сейчас уже есть некий internal production, который, допустим, почему я бросал вот внутри, есть, собственно говоря, production environment для internal инструментов. Вот там это production не крутится. В public это пока недоступно. В production да, в public нет. И я, исходя из этого, вот мне интересно, то есть раз вы это уже запустили, у вас уже есть какой-то опыт, то есть стало ли реально что-то лучше? Да, то есть ты сказал, например, про кейс сборки приложений из разных страниц или там сборки страниц из разных виджетов. Чем это лучше, чем собрать, условно, вынести эти виджеты и скомподовать в одну страницу? Почему лучше веб-пак модуль федерации? Вот то же самое, что мы начали, там, будем поднимать тему, не будем поднимать micro-applications, да, особенно в enterprise есть очень активный вопрос, это области ответственности. То есть это вопрос не самой, ну, и самой разработки в том числе. Во-первых, если ты будешь подключать библиотеки, паблишить куски библиотеки куда-то, да, ты все равно их будешь билдить. Вот, ну, как, делать, что хочешь, ну, ты будешь их билдить. Вот. А с модуль федерейшн ты их не билдишь. Ты их в рантайме подтаскиваешь, и ты вот абсолютно не знаешь, что там. Вот. Библиотеками, да, ты можешь вытащить определенный вертус. То есть модуль федерейшн, A-B-тестинг, допустим, ты можешь делать на лету. Ну, звучит здорово, звучит здорово. Дим, можно я задам вопрос немножко? То есть я немного занимаюсь по долгу своей службы, в том числе и бэками, немножко девопсом. И для меня сейчас вот это все звучит, как будто мы, наконец-таки, на фронт притаскиваем какие-то инфраструктурные вещи, которые сродни, ну, например, кубернетусу, который используется на бэке. То есть мы описываем, ну, условный манифест, где лежат наши сервисы, как к ним подключиться, какой у них есть API, как мы с ними можем взаимодействовать. Плюс мы получаем независимый деплой, и плюс мы получаем, ну, как ты уже сказал, A-B-тестинг там за счет динамической конфигурации всего этого. Я правильно понимаю, то есть куда все это идет? А еще мы получаем просто хаос-тестирование, даже этого не желая, вот, вообще с нуля, потому что когда кто-то начинает продеплоиться по старинке, у тебя начинается хаос-тестирование, и отработка, что у тебя есть хендлинг-ошибок, когда что-то плохо загрузилось. Сказать, что что-то куда-то вот в таком темпе идет, нет. Тут для контекста нужно понимать, кто разрабатывал сам плагин для вебпака, да, это вот ZAH. ZAH, я забыл меня, к сожалению, и, собственно говоря, SOCR. Вот, но основной движущей силой этого плагина был ZAH, и вот не так давно что-то случилось, человек сказал, что CLA-то Alligator, потому что там что-то в личной жизни, я больше не буду его развивать. Вот, сказать, что оно сильно куда-то будет развиваться, как само модуль федерейшн, нет. То есть нужно модуль федерейшн воспринимать как инструмент, да, то есть молоток, он не развивается, но применять его можно абсолютно по-разному. Вот, как инструмент дознания, так и для гвозди. Вот, поэтому его прелесть в том, что он простой. Модуль федерейшн в каком-то смысле тоже очень простой инструмент, и вот его можно использовать абсолютно по-разному. То, что есть манифест, да, это то, что мы называем плагин федерейшн. Поддерживает ли несколько версий в зависимости от того, как это будет деплоиться. То есть если мы говорим, допустим, о PayPal, если они притянут туда модуль федерейшн, у них будет, по-моему, там по последних 10 версиях у них все время в паблике, аптайм крутится, да. Вот, то же самое будет с модуль федерейшн. Версионирование фронтенда, да, вообще шик, оно есть. Вот, тем более там Firebase, Netlify, Versal, они позволяют там превью-ченел. То есть де-факто ты можешь деплоиться, модуль свой деплоить на превью-ченел, и где-то в продакшене уже тестить его и смотреть, как оно пошло. Вот, то есть в кубернете есть свои аналоги, и когда ты можешь разворачивать новые билки, переключать часть пластера. Вот, да, то есть с этой точки зрения, да, более того, когда это все разворачивается, де-факто мы говорим о том, что мы разворачиваем фронт и бэк вместе, да, в идеале. Вот, то есть да, могут там просто по версии, вот, но по факту у тебя получается некая контуризация целого среза приложения. Это офигительно круто, если правильно приготовить. То есть, если я тебя правильно понял, то каждый вот этот плагин, да, или микроприложение, если его можно так рассматривать, получается такой условный контейнер, который уже собран, и нам его нужно просто взять и запустить. В некотором смысле, да. Если, опять-таки, проводить аналогию с там… Если проводить аналогию полностью, опять же, могут быть инвайровые вариаблы, которые вам нужны для доступа к чему-то, например, API. То есть фронт развернется с большой вероятностью, без проблем. Но, да, ты можешь взять чужой и вот развернуть, но тебе нужны инвайровые вариаблы, чтобы это все запустилось правильно. Ну, это уже вопрос больше конфигурирования, чем запуска. Опять-таки, если это хорошо написано и описано, то не думаю, что это будет какие-то большие проблемы вызывать, потому что там тот же докер тоже разные образы, можно запускать по-разному, и там своих проблем тоже куча. Ну, да. В этом смысле, да. Тут, как бы, опять же, то, о чем я говорю, оно касается в основном Angular. Почему? Точнее, как подход один и тот же. Реализация, которую мы обсуждаем, она касается Angular, потому что React, Vue, еще чего-то свое будет свое. Есть вероятность, что мы прилепим туда и поддержку React, может быть, еще чего-нибудь. То есть сейчас мы залепили поддержку того, что нам Angular, Web Components и iFrame. Все. Вот, и все это мы конфигурируем как плагины. То есть мы получаем, по сути, знаешь, как на GCP можно менеджить кластер на Кабернетисе через GitHub репозиторий? Да, да, да. Вот приблизительно тут то же самое. То есть ты можешь менеджить на какие модуль федерейшн аппликейшн, это называются апшелы, на какие апшелы ты собираешь апшел, и апшел смотрит на несколько модуль федерейшн, откуда он тянет плагин. Вот. И вот это ты можешь менеджить в репозитории, потому что вся остальная часть приложения будет тебе в рантайме прилетать. Ну, это очень здорово. Да, но опять же, это не то чтобы абсолютно новая парадигма, но, то есть у ребят возникает основная трудность как раз с депендентом инжекшном, и то, что у тебя должно где-то файниться. То есть половина проблем прилетает с того, что модуль, который ты тянешь откуда-то, у него есть зависимость на парам модуль, то есть что-то, что запровадено в парам модуль. А в чайл этого нет. И в рантайме ты это ему уже не засунешь, то есть и не узнаешь с большей верностью, что он там есть. Вот. Что ты можешь сделать? Ты вообще ли можешь это запровадить? Либо вставить модуль, который содержит там requirement, и вот потом уже под child становится немножко сложнее. Если делать правильно, то у тебя модуль, который действительно изолирован, и у которого есть requirement, и ты можешь его запустить. Но вот как раз этот момент, что вот тут и выше сюда у нас изолированы модули, мы не должны рассчитывать на какие-то неявные зависимости. Вот с этим бывают трудности. Я думаю, пока как можно сделать, как можно было бы это сделать, так, чтобы в рантайме говорить, что вот мы пытаемся вставить модуль, но ему там чего-то не хватает. Ну, посмотрим, что из этого получится. Ну, то есть условно мы к модулю прописываем какие-то там в его описании плагина требования, что должны быть еще запущены модули вот такие-то, такие-то, брать их оттуда-то, оттуда-то. Ну, условно. Это он сам возьмет? Ну, да, то есть мы написываем, от чего мы зависим, плагин сам идет за ними, и там их подтягивает и запускает. Я вот это не знаю. Работает точно так же. То есть у тебя модуль Federation, ну, говорю, модуль, МФ-модуль, может тянуть другие МФ-модули, и ты про это даже знать не можешь. То есть у него может быть свое описание плагинов, но и оно будет работать. Вот тут возникает вопрос. Если у тебя все тянется как дерево зависимости, не будет ли это вызывать проблемы в рантайме от того, что у тебя все начинает закупаться, так как вот водопад, модуль второй, потом второй, третий и так далее. Не шаги вкладывать. А тут уже начинается вопрос, что ты тянешь в приложении, да? То есть ты можешь поставить из NPM какой-то require на 5 мегабайт, можешь поставить аксет, который чуть меньше. Ситуация ровно такая же. И проблемы ровно такие же. Ну, Никит, смотри. Если мы, например, запускаем Docker Compose, то есть там же есть этот блок dependencies. То есть запускаются сначала те, от которых зависит один сервис, потом запускается сам сервис. То есть там идет такой каскадный запуск. Здесь, я думаю, логично, что будет примерно то же самое. Я просто про то, что, возможно, хотелось бы как-то контролировать какие-то вещи, потому что если мы пишем это сами, и, наверное, мы хотели бы, наверное, где-то запретить зависимости между этими плагинами или еще что-то вроде такого. То есть вот условно у нас есть, например, Angular библиотеки, есть NX. Я могу задать, законфигурировать, каким образом они могут взаимодействовать все мои модули между собой. Есть ли, может, у вас в идеях какие-то возможности что-то вроде такого для плагинов? Ну, модуль Federation. Понимаешь, что я, да? Я бы сказал, что так далеко не залазили, потому что сейчас все происходит в довольно контролируемом инвайрамменте. Но нужно понимать следующее. Ты как бы можешь попытаться это ограничить, но не до конца. Почему? Потому что любой модуль по факту это JS-файл. То есть что-то ты подгрузил, оно у тебя создало скриптек, загрузило следующий JS-модуль, и понеслось, поехал. Но нужно понимать, что тебе должно быть это глубоко безразлично. Если действительно что-то там совсем не так, это один вопрос, ты отключаешь весь модуль целиком. То же самое, как с нейтромом. Что-то пошло с модулем не так, ты ищешь ему замену. Ты не будешь залезать в NPM, надеюсь, в Node-модуль и фиксить модуль, для того, чтобы оно работало, как тебе хочется. Ситуация равна такая. Ну, в целом, понятно. Я согласен. Так, а это получается, что мы можем эти все модули написать на разных фреймворках в итоге, да, и все это одновременно использовать? По факту, да. Как ты к этому относишься? Вы что-то это тоже рассуждали, думали как-то... То есть, условно, есть прилаги, я написал офшел на Angular, плюс пару модулей на разных версиях React, и еще три модуля на разных версиях Vue и еще чего-нибудь. Это же тоже печально звучит. Нет, звучит на самом деле не настолько печально. То есть, если мы говорим, например, то есть у нас есть определенные договоренности между командами, что они тянут, допустим, роутинг. Да? И вот что у нас есть из модуль фрорейшн, как из плагина для вебпака, это шарет, зашаренные библиотеки. Да? Вот. Если мы говорим, что вот мы работаем там, upshell на 11-м Angular, мы на Ivy, там, все модули, которые туда, это либо веб компонентсы, либо айфреймы, и мы шарим там определенный набор библиотек. То есть мы говорили, что у нас в upshell есть ng-rx, есть там роутинг, там, common core, там, не знаю, animations и так далее. И все, кто child, они рассчитывают на то, что upshell-то предоставляет. Что нет, они там тянут свое, они define свои шарды, которые тоже в runtime подтягиваются. Мы, собственно говоря, им не то чтобы не разрешаем, но по факту не разрешаем тянуть свою версию Angular. Вот. И мы их встраиваем как родной модуль. Если мы говорим про React, ну, мы получим там, собственно говоря, весь runtime React, который нам нужен для того, чтобы этот модуль запустить. Вот. Если в use well, там немножко попроще, ты, по сути, как бы один файл загрузишь, который у тебя срендрится. С этим особых проблем не будет. Тут возникают следующие вопросы. Первое – это коммуникация, собственно говоря, компонентов этих независимых между собой. Да, то есть если это все Angular, живет потом в пределах одного dp-нснежащего, и у него есть доступ даже, там, к ng-rx-тору, что не всегда, возможно, хорошо, да. Вот. Потому что не всегда ты контролируешь, что-то в себе тянешь, а у него есть доступ ко всему сторону. Я бы даже сказал, что это, наверное, плохо. Если мы говорили в контексте того, что это абсолютно независимые модули, которые даже ходят в опишку сами, то, наверное, общий стейк – это не есть хорошая затея. Потому что что-то может оказаться. Да. Вот. Из этого на самом деле первое – это ng-rx. С большой вероятностью мы будем вырезать, как общий стейк. Там есть пара интересных нюансов. Ну, для интерпрайза там ng-rx-дейта, для независимых компонентов есть компонент-стор. Вот. Обкатанная хорошая идея. И вот в плане прав доступа, то есть мы поднимали этот вопрос, пока ни к чему не пришли, потому что решаем проблемы по мере их необходимости, по приоритетам. Прав доступа на внешние какие-то ресурсы в отделах приложения. Да, то есть мариумы, рейблы, какие-то каналы связи. То есть мы там же в этих плагинах, там же есть сервисы для всякого рода каналов коммуникации между компонентами. То есть ты можешь заимпортить определенный канал коммуникации, например, получить юзер-дейта. Вот. И тут, как из серии, когда ты авторизируешь приложение, например, аутентификацию через Google, вот была идея, то есть у них такая, что если пользователь обшел конфигурирует, что ты говоришь, вот этот модуль, ему можно дать там сколпы такие, там, юзер, там, юзер-ид, юзер-нейм такой. То есть если ты подтягиваешь карт, которые вот у тебя там, или related item, что ему нужно? Ему нужен current item, ему даже юзер не нужен, правильно? Вот. Или там юзер-ид, все. И как бы это есть в планах, это не то, чтобы сходу легко реализуемо, но в принципе как бы ничего космического нет, то есть можно сделать планируемый проект. Я вам больше скажу, что основная идея, к чему-то все идет. В данный момент для того, чтобы вот эти вот модули разрабатывать, которые можно втягивать в обшел, нужно сделать там определенный уровень манипуляции, да? То есть нужно поставить там 5-го пак, поставить ярм, поставить еще что-то, потом, собственно говоря, настроить экстра веб-пак, сказать, что вот тут у меня тот модуль, который экспортится, компонент, который будет втягивать, вот это вот шар в библиотеке, и вот потом оно когда сдеплоивается, как бы приложение работает вроде как самого себя, все в порядке, но при этом же оно, у него есть несколько дополнительных ассетов, promote entry, которые можно вытащить. И вот, собственно говоря, плагин JSON, который его определяет. Вот, все очень здорово, весело, но сам понимаешь, как бы пора вхождения чуть повышает. Вот, и в начале следующего года у меня такая, как обычно, нездоровая идея, это сделать генератор, вот, да, ну, первая, ладно, основная нездоровая идея, это сделать генератор как раз вот этой вот все ерунды, то есть, ты разрабатываешь компонент, в модуле у тебя есть компонент, в котором есть логика, и из него генерировать его, по сути, API интерфейс, то есть пустой компонент, у которого в шаблоне как раз вот наш маленький плагин Launcher, который знает, где этот плагин деплоится, и вот API, потому что сейчас у нас, допустим, разработки на там ошибки пробрасываем, и устаканили вопрос того, как мы будем input output пробрасывать, что я говорил про коммуникацию компонентов из разных библиотек. Вот, идея в чем, что ты берешь из mpm библиотеки, ну, из mpm, не ку библиотеку, ангуляровскую, инсталишь, используешь ее как обычно, то есть ты подключил модуль, вставил компонент, забиндился на input output, вот, и как бы вроде работает все нормально, а вот в кишках у него происходит бич, что он идет там куда-то, загружает оттуда модуль, вставляет этот компонент, и, собственно говоря, связывает, пробрасывает input output. Сама библиотека будет маленькая, билдится будет просто, быстро, это к вопросу того, что преимущество mf в том, что нам не нужно рубить весь чужой приложение, это чужое приложение, да, вот, при этом мы получаем версионирование API, компонента, который выставляется наружу, и, в общем-то, там же мы можем встанить марок, с которых ты не тянул, вот, и мы можем его использовать как родной англор компонент. Это дичь, но это очень веселая и полезная дичь, почему, потому что ты можешь, вот, как вопрос о виджетах, то есть тебе для того, чтобы задрясти виджет, хорошее слово, это быстрый диклой, наверное, вот, чтобы быстро позволить людям использовать тот виджет, который вы делаете, все, что вам нужно сделать, это вот запаблишить, собственно говоря, вот эту API-ку доступа, то есть если у людей есть там погода, я не знаю, какие сейчас виджеты, в интернете, с телефона, сижу, слабого, не отображается, то есть вот какие там виджеты в Яндексе кто-то напихает, от которых плохо становится, вот, вот это вот все может быть, по сути, независимое приложение, разрабатывается, разрабатывается независимыми командами, вот, но при этом внутри обшела используются как нативные англор компоненты, и вот это вот офигительно, потому что тем, кто это использует, вообще ничего нового не нужно, знать, понимать, у них компонент, документация, вот, и, вот, здорово, и пара вхождения будет лучше. Сделать вот это все, ну, я думаю, займет там пару-тройку меньше, но когда получится, будет здорово. Дима, смотри, тут вот хороший вопрос в чате прилетел, не похожа ли вот вся вот эта история на какое-то переизобретение веб-компонентов? И да, и нет. Веб-компоненты, это, если бы на то пошло, тоже там переизобретение кое-чего, да, из прошлого. Вот. Тем не менее, они, вещь довольно современная, то есть это какая-то вещь из прошлого, и, ну, на мой взгляд, веб-компоненты, они очень хорошо ложатся на концепцию вот этих микрофронтендов и микроап, потому что, ну, как бы, они сами в себе, они являются контейнером этого компонента, этой логики, и у нас есть какое-то стандартное окружение браузера, да, в котором мы можем это запустить. и Angular нам позволяет собирать из наших приложений кастом элемент, да, то есть мы можем все приложение положить в кастом элемент и примерно таким же образом подключить к JS, подключить его как отдельный тег там, и работать с ним. Вот здесь есть какие-то преимущества? Наверняка есть? Расскажи, что там работает. Хороший вопрос, на самом деле, приходилось немножечко подумать для аргументации. Во-первых, опять же, мой контекст, да, я работаю в достаточно большом Angular Shop, вот как в Power Software, так и с IP, там очень большие Angular команды, вот, и нужно понимать, что внедрение новой технологии, новых подходов, учет чего-то, это время, деньги, и вообще здорово, весело, всем нравится, да, это раз. А второй момент по поводу веб-компонентов. Даже если мы говорим веб-компоненты, очень мало кто использует их напрямую, то есть используют некие middle language, которые компилируются в custom evidence, ну, веб-компоненты, как вам больше нравится. То есть просто сидеть, писать веб-компоненты, как бы поднимите руки, кто на vanilla.js пишет, да, то есть я без веб-компонентов могу, в принципе, накатать то же самое, что делал на Angular, но вот на ассемблере тоже на back-end не пишешь. Как B. Поэтому так или иначе есть веб-компоненты, которые нам предоставляют дополнительный функционал поверх того, что есть из коробки. Поэтому да, близко, но есть свои нюансы. я бы, мне кажется, сравнивал это, может быть, больше не с веб-компонентами, скорее с сайт-преймами, потому что они же как раз-таки, как я понимаю, вообще изначально была примерно такая же затея. Подгружать все, что было архитектуру, у себя на вебе, разных составляет страниц. А у меня сразу тут вопрос, а чем это отличается от динамических модулей, которые в JS просто появились, там, импорт, и указываешь путь до JS-файла, который нужно подгрузить? Или они вместе работают? И да, и нет. На самом деле внутри используются как раз вот эти вот модули для того, чтобы все это правильно плановать, загрузить. Да, я так и подумал. Без них как бы, может быть, бы и работало. На самом деле там есть даже downgrade модуль федерейшн плагина для веб-пака четвертого. Не смотрел, что там ребята сделали, мне своего пана хватало. Но, как сам факт, оно вроде бы запускалось даже с версиями JS, которые еще не поддерживали в принципе эти модули динамические. Но, благо, JavaScript, он достаточно мягкий гибкий пластилин для того, чтобы его использовать так, как больше нравится. Поэтому связано, но не основывается. Что поверх веб-компонентов мы получаем с точки зрения, потому что мы используем Angular, например. Мы получаем Angular и все, что вместе с ним идет. То есть, для кого-то это может быть бонус, для кого-то нет. Опять же, это можно использовать и с React, можно использовать и с Vue. Веб-компоненты можно с большой вероятностью вбилдить с помощью как раз Module Federation и с большой вероятностью можно тоже переиспользовать как раз шар в гайдете. То есть, один из бонусов именно Module Federation по сравнению с iFrame это возможность переиспользовать больших кусков JS, которые шарятся между собственно говоря кусками. То есть, iFrame ничего ты не сделаешь, Shadow Root смотря что с ним крутить тоже создает frame и тоже в принципе он не всегда позволяет это переиспользовать. понятно, Service Worker еще что-нибудь можно прикрутить и будет переиспользовать те же файлы и не загружать. Но тут у нас когда мы говорим о переиспользовании мы подразумеваем что у нас мы можем подгружать библиотеку для коммуникации между вот этими всеми модулями. это один инстанс и вот этот один инстанс нам позволяет не через там есть возможности коммуникации между фреймами всегда почему не между фреймами потому что через строку если мы шарим именно библиотеку для коммуникации между приложениями мы получаем один инстанс который позволяет нам пересылать абсолютно любые данные не тратя не делая дополнительных затрат на собственно говоря stringify и openpass это вот скажем первые бонусы которые приходят вот так сразу то есть это меньше загрузки и вот дополнительные возможности которые вы получаете совершенно звучит на самом деле очень круто у меня вот тут еще вопрос касательно всех этих радостей да это замечательно наверное работает уже в браузере с подвижки того чтобы у вас универсал там все хорошо но все будет как-то бандит сразу я наверное если я делаю сервер сайт рендеринг я не хочу чтобы оно в браузере тянулось а как бы не то чтобы кто-то будет в вашем рейте я объясню почему в принципе эта вся фтука вокруг того что ты каким-то образом погружаешься потом в рантайне делаешь регидрацию приложения то есть если мы не очень люблю на самом деле сервер сайт рендеринг я как бывший докменчик до этого си плюс плюс да я просто с радостью вспоминаю лэпформы и все остальное с этим связано вот но мне вот например очень нравится джемстэк когда мы отдаем эшки мэрку и вот она уже прогрузилась все классно пользователь видит контент и при этом мы не получаем дополнительного тита на бэкэн тем что это еще нужно рендерить вот джемстэк мне в этом смысле нравится джемстэк в венглоре это в основном скале если не считать там кистокастом скрапперов да вот потому почему венглоре в принципе чтобы не соврать transition state венглоре в скале добавили не хочу не помню знаю что можно его использовать собственно говоря делать регидрацию то есть ты на бэкэнде рендеришь сохраняешь состояние в джейсоне крепишь в джейсоне в html и потом уже когда приложение подгрузилось ты восстанавливаешь сцену чтобы второй раз рендер не шел вот почему модель федерации с большой вероятностью будет тянуться по второму кругу потому что у тебя на бэкэ отрендерятся вот эти вот все скриптеги которые тянут там кипятоплогины вот и если ты не будешь этого делать то да ты получишь куске html но они будут кирпы как бы то есть не может но зачем а суть модель федерации то что у тебя живой кусок живой кусок UI который все знает и умеет вот это клево возможно просто стоит проделать какую-то дополнительную работу чтобы это все превратилось в уже готовое html на бэкэ подгрузился весь модуль федерации вот это вот все в каком-то виде уже ушла готовая страница вот как надо html на клиент я вот скорее об этом говорил а почему почему ты считаешь что оно из коротки не должно заработать то есть если это у нас плагин у нас зарезовывается этот конфиг конфиг подгрузил все плагины они отрендерились получили все данные что ему нужны и мы загидротировали все эти данные показали просто на клиенте они уже потом по второму разу начинают грузиться но незаметно для пользователя так же как это обычно происходит где нужно загружаются где не нужно не загружаются я возможно не понял свой вопрос до конца я как раз таки про то что вот будет дополнительная работа и наверное неплохо бы эту работу выбросить по итогу когда-то ну с большой вероятностью не веряем вообще то есть если мы говорим в англоре про лейзи что-то загруженное оно все равно будет загружаться потом еще раз если мы говорим про реак он тоже будет потом еще раз загружаться на UI мы сейчас не говорим про тот совсем PHP-стайл который последний паблишился когда DoSelect прямо в объекте делает Select из базы но во всех остальных случаях так или иначе для того чтобы придать функциональность приложению в том что ты загрузил все равно это все будет загружаться потом еще и на клиенте правильно тебе все равно нужно скрытые ну с проекта вести ради там висит issue в англер там как раз про регидрацию и они хотят как раз даже для джампстека ну через кали улучшить все это дело потому что некоторые вещи там реально по два раза ну неуместны в те же стили да по стилям по стилям политические стили да то есть там ведется работа на самом деле очень хорошая вот и говори повторю просто сразу да я к тому что ну как с модуль федерейшн обстоят дела да как у нас стили там загружать если у нас в модуле есть какой-то стиль это как-то указывается в конфиге дополнительно как-то загружается ладно там там не знаю мы просто закинули css там или мы там все это держим джески или как это вообще происходит в вашем случае в нашем случае в контексте сапи у сапи есть свои стили которые в общем-то обязаны все плюс-минус переиспользовать вот плюс те стили которые проводят сами компоненты все вот не будем забывать что самые одаренные могут подгрузить в компоненте целый этот страт просто импорт вообще ж легко поэтому как бы да витами нужно в конфиге указывать это можно сделать с тем из компонентов а стили инкапсулируются или это должен сам разработчик контролировать это не имеет на большом отсчету никакого значения плюс-минус да потому что так или иначе в рантайме свет есть потому что в рантайме это уже разовывается вот как им больше нравится если ты сделаешь накапсуляцию это будет один вариант и потом он все равно вставится почему потому что если я ничего не путаю то так или иначе инглор хендит стиля на уровне джеса вот и поэтому если ты сделаешь накапсуляцию ты получишь дополнительные атрибуты и вроде как изоляцию если не сделаешь накапсуляцию у тебя просто придетит дополнительный стилп ну вот я бы так чтобы переломать все остальные плагины на мой странице так написать стили которые все весело и да и нет нужно понимать что очень важный момент модули будут дружаться в последнюю очередь собственно говоря стили последний вот как это потом уже отразится на самом приложении это вопрос второй а что если ой извини перебью что если у нас получается один модуль зависит от другого модуля ну они типа разные получается и они будут дважды использоваться либо он один раз их подгрузит и забудет то есть закеширует чтобы не было загрузки ну то есть если например у нас есть два разных компонента они то есть отдельно как отдельные модули и один зависит от другого и еще то что используется уже то есть он используется где-то в приложении еще раз он дважды загрузит или он загрузит их один раз и запомнит давайте обусловимся так что по большому отчету модуль это просто дополнительный вариант бандла и билда исходя из этого то что мы подгружаем мы подгружаем по сути remote entry как javascript по ссылке вот если у тебя есть ссылка на один файл и потом у тебя та же ссылка от другого места это все разовывается на уровне браузера да все да точно понятно ну то есть это работает так же как кэш импортов в обычной JS да по факту да то есть да можно там накрутить что-нибудь дополнительного вот можно там даже сделать прологин бэкграунды через сервис лорокеры еще какой-то маке вот но опять же если это действительно необходимо то есть если появится у нас необходимость того чтобы делать как в самом ангуляре да для лейзи модулю там есть собственно говоря стратегии загрузки да и там есть перфейдж вот то есть добавить перфейдж сюда тоже можно если нужно смотри Дима а помнишь там закинули компайлер в core англер core как раз в да можешь что-нибудь про это сказать мне это очень интересно как это в принципе работает и зачем нам нужно загруженный уже модуль заново компилировать почему он все-таки находится в англер core могу сказать первое что я когда сам мы с тобой это обсуждали это такой блин что компилятор в core делает что я сам про анекдот про корову из лунки я когда увидел компилятор в core я слегка что происходит потом посмотрел внутрь там по сути не то чтобы компиляторы все крутится уже вокруг кайве это не тот компилятор который бы был во вьюнжине огромный большой неприятный на самом деле практически он ничего не компилирует кроме того что он его правильно заворачивает для текущего контекста инжекшн вот то есть он ничего с точки зрения пересборки перекомпиляции TypeScript а еще чего-то нет то есть тут вопрос того что он должен подготовить вот этот твой мертвый модуль к тому чтобы его правильно вставить уже в сам Angular application потому что компилятор из аппликейшена вот а модуль прилетел еще откуда-то и вот их нужно как-то помнишь в пятом рынке нужно учиться в свой ну прикольно ну почему конечно назвали компайлер ну ладно такой вопрос смотри вопросик в чате да есть про то как как бы испечить совместимость рантайм в разных модулей можешь там потом пошла какая-то магия с версиями если кто-то мне объяснил 2 2 плюс 1 3 3 он имеет ввиду что ECB модули были написаны на разных версиях Angular кстати хороший вопрос мне тоже интересно он будет как они взаимодействовать будут а это скажем так это решается на уровне того как сам этот модуль был скомпилирован там есть варианты можно есть шар либо а есть то что ты с собой тянешь вот как ты как ты не крути да то есть мы исходили из варианта и наша цель была в том чтобы загружать минимальное количество повторяющего сиангу англера в рантайме соответственно мы пошли из условия что у нас 9 плюс это Ivy и мы можем сделать замену подписывать последний Angular независимо от того какое приложение мы тянем почему потому что мы рассчитываем с там Angular вот это позволяет нам как раз коммуницировать на уровне общего dependency injection вот но это же как бы не единственный вариант это то что сделали мы да то есть то что нам удобно то что нам нужно и соответственно нашим требованиям вот это то что делает Manfred в сек примерах на самом деле вот а можно же сделать так что у тебя будет вставляться целый независимый Angular application никто не мешает втянуть тебе в модуль в котором есть функция экспортная бутстрапа в которую ты передаешь элемент к которому оно должно присоединиться и оно затянет до целой независимой Angular application и это будет работать я пробовал мне не понравилось но работает вот но но так можно то есть с точки зрения менеджмента версии это вот один вариант другой вариант что возможно если у тебя библиотеки разных версий вот то тут вообще опять же либо решается нотарный шарик потому что модуль федерейшн смотрит в МПМ смотрит версию вот и там есть как в топе или соник как должны версии совпадать то есть это может быть strict это может быть major версия а можешь сказать что вот это хочу и вообще там интересно что там у себя модуль федерейшн задефайн то есть обшел говорит вот это вот на это именно будет заразована конкретная библиотека вот но если библиотека вот у тебя обшел и вот эти два модуля они используют разные версии одной библиотеки по факту мы говорим о бандле они будут бандлены с разным хэшом и ребята будут использовать разные версии одной и той же библиотеки если иного не сказано либо в обшеле модуль федерейшн либо вот здесь у ребят они не зашарят то есть там вот этот вариант космоса который может произойти он бесконечен я кстати видел что-то подобное по-моему ребята из Тинка рассказывали как они тоже пилили свой фронт монолит на части у них тоже был обшел который грузил библиотеки и они сделали очень интересно что они к пути библиотеки добавляли еще версию библиотеки которая использовалась у них в конкретной сборке микроприложения и если она уже была загружена в обшеле в общем то она как бы из него доставалась если кто-то другой пытался это получить то они получали уже загруженное если соседнее микроприложение там пытается затянуть другую версию той же библиотеки то она заново скачается и как бы на уровне вопака они это разруливали точно не скажу но можно ссылочку поискать как в тинькете фонт монолит назывался такое выступление на каком-то онлайновом метапе буквально осенью или в конце лет это было тоже интересно рассказывали ну да ну тут можно в принципе сделать то же самое не касательно если мы говорим про Эмглор то мы можем использовать не Эмглл библиотеки а хоть санпэкеджера из Грузии вот и там она будет реюзаться по такому же принципу чтобы было понятно нпкать что как бы у нпм нпм хостит где-то все вот эти библиотеки их можно просто по прямому пути закачать вот если там есть бандл бандл забрал все переиспользуешь вот по такому же ровно принципу будет работать то есть можно сделать свой какой-то хостинг для шарабл ассетов но немножечко теряется поинт того что все-таки вот модули они разрабатываются независимыми командами и у них может быть а может не быть по желанию шарить библиотеки между собой то есть да можно но я против основная по-моему идея в том что у тебя есть независимые команды которые разрабатывают независимые приложения и хендлинг переиспользуемых библиотек идет фронтами собственно говоря сами модуль федерейшн кусочком Лис как у тебя дела с микрофоном давай проверим я говорю что-нибудь как меня слышно супер я немножко убавил компрессии и этого гейна у меня был вопрос у меня был вопрос если у нас допустим несколько версий ангуляра загружено в браузер у нас получается у каждого ангуляра будет свой инжектор и мы никак их не можем связать правильно ну да и нет смотри что ты хочешь с ними делать ну например я хочу чтобы у них был общий инжектор но при этом использовались разные версии ангуляра нет невозможно я так понимаю как бы чисто технически можно чисто технически такое делали без модуль федерейшн знаете есть такая популярная ошибка компонент это не компонент или мг модуль это не мг модуль вот это вот как раз оно когда у тебя несколько версий ангуляра с одним инжектором то есть это не то что можно это регулярно делать проблема в том что она не работает так как хочется вот но если мы говорим о том что можно ли да можно а зачем если расскажешь зачем то может какой-то другой вариант готовки не это как просто такое более резюмирование наверное то что в чем минусы когда мы подключаем несколько версий ангуляра да это крепко минус но опять же если это с точки зрения что тебе нужно коммуницировать если тебе нужно сервис дернуть из соседа через модуль федерейшн ты дернешь ровно тот инстанс сервиса который есть у него потому что это тот же JS файл тот же JS инстанс с большой вероятностью а если он его из инжектора дернет или не из инжектора не затрудняйся ответить можно сделать так что у тебя через инжекшн токен есть фактор и это фактор и будет сохранять это в константу не записывать это пожалуйста меня GDE вы можете во вью во викмэп допустим либо просто в мэп записывать вот тот инстанс который создался и его экспортить а потом уже в другом собственно говоря инстансе ага у вас инжекторы дай мне оттуда этот мэп и я вот оттуда достану вот те инстансы которые в том приложении и можно как-то типа коммуницировать то есть не то чтобы наговнокодить но вот из таких вот палочек можно все это собрать нужно ли это делать я думаю что не стоит так а вот если у тебя есть нужда коммуницировать между модулями ты считаешь это в принципе плохая идея или вот например это нормально делать но лучше делать условно через какую-нибудь шину то есть условно и у тебя есть несколько айфреймов они могут через постмесседжи спокойно общаться проблем с этим вроде нет то есть есть интерфейс какой-то через постмесседжи ты можешь что-то кидать что-то ловить то есть как лучше это делать как ты на это смотришь то есть шину какую-то организовать между всеми этими модулями или может лучше так вообще не делать или вот есть на эту тему ну давай во первых ответ лучше неподходяще то есть лучше зависит от контекста в котором мы обсуждаем если мы говорим про общение компонентов там все довольно просто типизируется там паренчал челку паренки сибири 3 варианта вот если мы говорим о том что общение там паренчал дата импуты челку парам это как раз вот идея по поводу создания браперов вот и вот там уже проброс на уровне самого ангуляра это работает правильно пока без генератора но у нас уже есть вот собственно кода который позволяет общение возможно соседних модулей то есть у меня есть обшел же с 2 модели сиблинге то есть вот по параллельные неважно где они находятся если мы говорим про ангуляр то обычно вот используем сервис для коммуникации между сидлингами да либо у вас в обшеле проводится этот шина и все кто внизу плагин несколько шин да вот можно так то есть у нас реально почему потому что у нас и кастом элемент и веб компонент и айфрейм и м гор и и поэтому я использовал на самом деле рпс попов поверх собственно фреймбаса библиотечка для общения по сути через пост мессенджер вот причем прикол в чем получается я определяю рпс как сервис за пределами контекста ангуляра да и это то чем я говорил что вот эту штуку я могу использовать как и мтм библиотеку между вот разными то есть если мне нужна шина коммуникации и я знаю что заходит это модуль он говорит вот там типа call me action там есть если загружен этот модуль он ответит если нет он не ответит как никак не контролируется но по факту рпс для вот этих вещей нам просто шикарно потому что как раз через рпс-шку ты можешь например контролировать способ доступа почему потому что если обшел контролирует юзера и он дефонит вот собственно говоря ответных и так что он смотрит кому откуда из какого там под аппликейшна ему прилетел запрос на аус токен этого юзера римар прегу отдавать не отдавать ему в рпс-шке этот ответ да он тут фильтрует и отдает либо нет либо дает горишка прав у тебя нет и вообще очень натурально то есть ну вот этот вариант мне на самом деле очень нравится естественно минусы ты не можешь туда засунуть какие-то сложные объекты по факту то что то есть реалайзабл и это что ты можешь развернуть потом через через парс да то есть какой-то вам свой класс методами ты уже по большому что ты не закончишь нормально ну слушай у тебя получается что обшел в итоге из какой-то инфраструктурной штуки превращается в достаточно умную штуку у тебя ну смотри обшел в данном случае вот почему говорил что вроде как это берете сдаю вроде как докер но дай и не совсем вот так или иначе даже если когда мы говорим про докер и ты запускаешь там свое приложение ты же рассчитываешь на то что там есть допустим но джерс либо еще что-то как что то что проводит с этим докер имиджа так вот и когда ты загружаешь модуль в нити обшел ты рассчитываешь что этот обшел предоставляет определенную платформу в том числе и коммуникации да то есть докер имидж который не предоставляет доступа например кашите пи или там не пробрасывает твой порт до класса запустил не нравится будем заработает смотри просто так на шару возникла альтернативная идея почему бы не сделать вот эту вот коммуникацию и правила этой коммуникации тоже отдельным плагином то есть мы можем как бы обшел настроить сказать ему вот здесь у тебя там это шина общения или несколько но здесь себя для них правила доступа то есть это какой-то какая-то новая абстракция но ее можешь там подключить свою реализацию отдельно то есть как бы запросы приходят по обшел обшел это делегирует плагину плагин отвечает обшел отвечает обратно немножко усложнение но как бы с другой стороны будет тут как бы простых вариантов но нет вот то есть мысли правильно хорошая мне она нравится она мне в родном это есть вот но за дефайнит написать документацию вот как бы мы это используем там кто знает про инжек быстро у меня проблема документации не подписать тексты для людей это вообще беда вот код написать вот все пожалуйста вот для людей что-то это это боль поэтому мне статьи там толком то нет в основу либо видео презентации какие-то либо код но сам факт да идея правильная идея хорошая почему потому что собственно говоря когда плагин вам использовать больше паблики вот возникнет вопрос а как же нам между сиблингами то общаться и мы такие ну типа вот смотрите вот там вот пример там у меня демо репозиторий там 9 10 приложений там типа один обшел и вот 9 модулей там все варианты там фреймбасс рпс найдете да то есть этот вопрос нужно будет покрыть именно и он покрывается что интересно он покрывает по вопросу во первых это общение между сиблингами второй вопрос это право доступа к определенной информации и более того к определенным экшеном на приложении то есть например если у тебя есть обшел и у тебя есть загрузка должна вешаться на всю страну всю страну загрузка на всю страну опасно на всю страницу вот то по сути как у тебя этот модуль это сделает но при этом если он вытянет некий шар через рпс и вот он знает что вот в этом обшеле или вот какие-то вот общие режимы коммуникации он может вызвать экшен что ребята мы грузимся вот пожалуйста подожди то есть да вот эти вот вещи особенно типичные из кейс их можно покрыть наверно нужно покрыть вот для того чтобы это обеспечить дальше себя будет документация и еще парочку вопросов смотри будет ли ссылка на репозиторию с кейсами которые на котором ты рассказывал легко супер я думаю рустам прикрепит их комментариях к видео и там можно будет эту ссылочку найти все остальные ссылочки тоже там все будут так дальше вопрос можешь включить второй вопрос тоже я его зачитаю отлично при такой компоновки страницы какие хорошие практики решить проблему последовательности в стилях чтобы части вы выглядели в одном дизайне по моему этот вопрос уже обсудили то есть изолируем стиле и стараемся по крайней мере изолировать стиле и не нарушать инкансуляцию либо мы подстраиваемся под обшел и спор предполагаем что вот обшел предоставляет нам определенные силы мы их используем вот либо включаем инкансуляцию вот либо прямо целую компоненте грузим целую библиотеку включаем инкансуляцию наслаждаемся перформансы вот но будет работать не будет мешать остальным можно ровно все то же самое что мы делаем в модулях он и еще один вопрос почему на стриме только одна елка у меня в другой комнате там дети у меня на самом деле елка справа я могу показать она правда а можешь включить елочку я покажу ее сейчас ее включить я покажу еще тоже один вопрос от меня смотри как ты думаешь стоит ли уже использовать модуль федерейшн продакшене или пока стоит подождать и просто поиграться посмотреть как будет сидела развиваться ну смотри как бы вопрос хороший давай перевернем вот был допустим ряд спрашивали стоит ли его использовать продакшене не хочу прям вот там больная тема с миграцией было вот появился реакты нужно ли его использовать продакшене да можно но пока не появился редакс вот спустя какие-то годы ты если берешь реактор разработчика на работу да лишь реакт знаешь да редак знаешь нет до свидания утрированно да то есть как бы можно вот но сейчас он в такой стадии когда ему еще чего-то не хватает чего не хватает не хватает вот таких библиотечек которые мы сделали не хватает документации то есть если у вас не много людей всем я не способны пойти почитать некую документацию по модуль федерейшн которая собственно одна страница на выпаке если ничего не поменялось ну там исходники принципе на самом деле там их немного по пару тысяч строк там комментарии хорошие вам понравится вот тогда да тогда стоит если все-таки хочется чтобы вот пришли и вот что-то готовенькое хорошенькое вы тут взяли спуковали есть инструкции по deployment это вообще есть ли я правильно помню я не видел нигде нормальные Act лучше инструкции по тому как это все разворачивать вопросы версионирование они по крайней снипорю тыcode и то есть привета что обычно у нас из production а теперь нас здесь версионированный production у нас есть Amp shell и у нас есть модуль и в этой вот модуле неверсили равское упрямо сверсионироваться и то есть если у нас есть upshell, который зависит от нашего модуля, мы тут API поменяем, то как бы у нас, да, upshell не завалится, но кусок UI будет отсутствовать. То есть вот эти все нюансы, они, как бы мы переходим на то, что у нас есть, так у нас валится build, а так у нас валится плюс-минут runtime. Вопросы абсолютно не новые. Решены ли они в контексте Model Federation? Нет. Стоит ли использовать production? Да, если вы готовы разбираться с этими вопросами самостоятельно. Это интересно, и оно того стоит. Когда стоит использовать Model Federation, на мой взгляд, тогда же, когда стоит использовать micro-applications, когда у вас есть независимые команды. Если вы хотите получить определенную независимость, зачем использовать blocker, да? Для того, чтобы вы могли запускать независимые backend друг от друга. Когда стоит использовать Model Federation, когда вы хотите запускать независимые аппликейшены. Почему? Потому что любой Model Federation, он вот если вот там, вот куда-то вы его задеплоили, на самом деле у вас там целый аппликейшен крутится. С бэкэндом, с фонтэндом, полный. А вы потом хотите взять кусочек этого вот приложения и сунете его в другой. Вот это, здравствуйте, это Model Federation. Тут немножечко поменяли build, задеплоили, можно переиспользовать. Все, работает. Здорово, круто. Если есть такой use-case, нужно, можно продакшен использовать. То есть и как бы да, можно сказать, что там Angular 11 и до 12 с определенными нюансами поддерживает. Он там есть определенные нюансы, там и pull-row-тест в Angular CLI, там всего 22 тысяч строк-роров в юни-тестах. Вот. В принципе, как бы ничего страшного там нет. Вот. Но, допустим, могут быть проблемы с i18n, да? Будут проблемы с apps-мэпами. То есть плюсы и минусы. Если есть какой-то use-case конкретный вот сейчас, можно впротив. Почему? Потому что оно работает, оно надежное, и то, и другое зарелижено, вот. И уже проверено. Вот. Но стоимость как бы именно порога вхождения вот этого вот обучения – это новый подход. Плюс-минусы. Не то, чтобы совсем новый, но вот в данном контексте, да? Почему говорю новый? Потому что вот общаешься с людьми, которые только JavaScript, допустим, знают, да? Я не в шоке, там, а TypeScript бывают до сих пор, хотя 20-й год уже по-нормальному общаемся, да? Вот. А модуль Federation воткнуть – это все-таки определенный шифт парадигмин. Вот. Это более глубокое понимание Dependence Injection у того же Angular. Вот. И, собственно говоря, инфраструктура для развертывания. То есть это более, ну, на мой взгляд, это очень major подход, но для конкретно определенных ситуаций, когда это нужно, да? Вот. То есть если в той компании, в которой я работаю, это важно, нужно и по понятным причинам подход очень хорошо масштабируется, вот, и его будут там использовать, потому что это нужно. Не просто хочется, нужно. Вот. А вы тоже смотрите по своему, то есть стоит ли ваша необходимая, ваша конкретная необходимость, потребность в этом, ту цену, которую вам нужно за это заплатить. Билды быстрее, конечно, да. Отлично. Спасибо за развернутый ответ. Я думаю, каждый, кто хотел, он подчеркнул для себя что-то свое. По поводу елок. Я просто хочу ответить на вопрос. Да, у нас вот елочка, она стоит, она вся моргает. Вот. Кто хотел посмотреть, вот, можно посмотреть. На самом деле... Спасибо, Дима. А, давай. Да, немного резюме, да. Я просто буду кидать ссылку на NGWare на последнюю, там, пять минут, да? Типа, что такое Moodle Federation? Это вот это. Стоит вот все. Мне кажется, Дима дал вообще четкое определение, и вообще весь наш выпуск свел пять минут. Спасибо огромное. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо, Дима. Спасибо, ребята, что мы собрались. Те, кто слушал, те, кто оставлял комментарии, ставили лайки, подписывались. Вот вам огромное спасибо. Мы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом, и желаем вам хорошего настроения, оттянуться по полной, отдохнуть, и уже ворвавшись в Новый год, надеюсь, он будет гораздо лучше, чем этот, уже прям, чтобы было все здорово. Приходите на наш следующий стрим, анонсы будут попозже, и предлагайте свои темы в комментарии. Мы их читаем все и что-нибудь выберем. Всем пока.